Лежащие полицейские вблизи учебных учреждений, запрещающие дорожные знаки на дворовых территориях и новый пешеходный переход. Очередное заседание Комиссии по безопасности дорожного движения началось с рассмотрения вопроса о нанесении зебры на дороги, прилегающей к 12-й школе. Ни полицейские, ни знак жилая зона не останавливают наших автолюбителей пролетать со страшной силой и занимать место. Чтобы обратить внимание на проблемы безопасности школьников, жители обращались в рубрику «Городской дозор». Вышедший в эфир репортаж полностью подтверждал опасения родителей за здоровье детей. Члены Комиссии единогласно приняли решение об установке пешеходного перехода у школы. Точное место нанесения разметки будет определено в ходе выездного заседания Комиссии. Возможно и мнение руководства школы выслушать, что тоже немаловажно, потому что иногда бывает, когда такие вещи не учитываются, а потом появляется пешеходный переход, потом идут обращения, а вот не там сделали. С учетом мнения школы, родителей, где этот пешеход более оптимален. Сразу два пункта повестки заседания касались дорожных знаков, установленных на дороге, которая ведет к 4-му КПП. На перекрестке улиц Махавай и дороге номер 203 предложили отключить светофор в связи с тем, что пока интенсивность движения автотранспорта там низкая. Не демонтировать его, закрыть чехлами, как положено, закрывать неработающие светофоры. Если в будущем поток автотранспорта на этом перекрестке увеличится, то светофор снова включат. Также члены комиссии приняли положительное решение о демонтаже искусственной неровности вблизи 4-го КПП. Сборная конструкция пришла в негодность, и водители ее объезжают. Вопрос об установке монолитного лежачего полицейского будет решаться на ближайших заседаниях комиссии. Елена Крескова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей СРУ-24.